Во время Великой Отечественной войны сыны и дочери Абхазии сражались на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Это 55 и 5 тысяч доблестных войн в многонациональной республике. Абхазы, русские, грузины, армяне, греки, эстонцы и представители других национальностей. Среди них был и герой Советского Союза, уроженец села Тамыш Ачимчирского района Варлам Габлия. 12 ноября исполняется 120 лет со дня его рождения. В честь этой даты Музей боевой славы имени Владислава Арзенба совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии и при участии учащихся школ Тамыша и Ачимчиры, которая носит имя героя, почтили его память, возложив цветы к памятнику Варлама Габлия. Возложили цветы также и к мемориальной плите, которая установлена в селе Тамыш. Далее началась официальная часть мероприятия. Школьникам подробно рассказали о жизни и военном пути Варлама Габлия. Выделялся среди молодежи. Не раз выступал на конно-спортивных соревнованиях. Кроме этого, был хорошим охотником, метким стрелком. И вот этот глазомер ему впоследствии в ходе Великой Отечественной войны очень хорошо пригодился, потому что он служил сперва наводчиком, потом уже командиром расчета миномета. После трехмесячной службы в тыловых частях Варлам Алексеевич был перенаправлен на фронт. Первое боевое крещение он получил в ноябре 1941 года в боях за освобождение станицы Русской, Ростовской области, где был ранен осколком и направлен в госпиталь. После выздоровления он снова прибыл в свою часть, откуда был послан в полковую школу для подготовки младшего командного состава. Был эпизод, когда четыре из пяти имеющихся минометов советских были накрыты немецкой артиллерией. Расчеты погибли, и только единственный расчет под командованием Габлия продолжал вести огонь. В общем-то, благодаря умеемым действиям этих войцов позицию удалось удержать. Летом 1942 года немецкие войска начали наступательную операцию в юго-западном направлении. Под натиском численно превосходящих сил противника части отступали с Дона и Кубани. 295-я стрелковая дивизия, где служил Варлам Габлия, вынуждена была сначала оставить город прохладный, а затем отойти за Нальчи, где она была прижата противникам горам. Полуокруженные части дивизии в течение двух осенних месяцев 1942 года самоотверженно сражались с врагом. К концу 1942 года, когда у немцев начал сыпаться фронт под Сталинградом, советские войска перешли в наступление. Варлам Габлия опять отличился. Сейчас расскажу, как. Была поставлена задача его батальону занять внезапной атакой населенный пункт Чикола. Он играл довольно важную роль в дальнейшем продвижении 295-го стрелковой дивизии. Рано утром, даже не на рассвете, а еще затемно по заранее намеченным тропам, они буквально прокрались в тыл немецких войск, разведали позиции, посмотрели, где немцы собираются по утрам для того, чтобы элементарно принять пищу. В этой операции на расчет Габлия возлагалась необычная задача – обстрелять противника во время завтрака, когда его солдаты соберутся у походных кухонь. Незаметно спустившись в лощину, Варлам Габлия подошел на близкое расстояние к противнику и открыл огонь из миномета. Удар оказался удачным. Были уничтожены все три кухни и большое количество живой силы врага. Во время четырехсуточной героической обороны его личный состав из миномета уничтожил 147 гитлеровцев. Лично из автомата товарищ Габлия уничтожил 9 гитлеровцев. Будучи ранен, не оставил своего поста, уничтожая противника, вплоть до соединения со своими войсками. За проявленный героизм и мужество достоин правительственной награды Герой Советского Союза. Старший сержант Габлия, будучи командиром расчета минометной роты 144-го отдельного батальона морской пехоты 46-й армии 2-го Украинского фронта, ввел бой в отрыве от главных сил бригады в 1945 году под Эстергомом в Венгрии. При этом его расчет отразил 18 контракт танков и пехоты противника. Подразделение Габлия парализовало оборону противника, обеспечив взятие Эстергома. Мы в лице Варлама Алексеевича Габлии. Сегодня я хотела бы преклонить, чтобы мы преклонили голову перед всеми героями и людьми, кто прошел ту войну и благодаря кому мы имеем мирное небо и наше будущее. Далее прошла викторина для школьников. Учащиеся проявили свои знания в части Отечественной войны народа Абхазии. Дети также рассказали стихи и спели песни. На мероприятии присутствовала и семья Варлама Габлия, которая поблагодарила организаторов за такой теплый вечер памяти. Я хочу поблагодарить вас всех, прежде всего организаторов, прежде всего музей боевой славы, Россотрудничество, школы, которые не забывают этих людей, не забывают их подвиги, потому что именно на их подвигах нужно учиться и стараться быть во всем похожими на них, уметь любить и защищать свою Родину. Большое спасибо хотелось бы сказать за то, что помните. Отдельное спасибо хочется сказать организаторам. И хочется пожелать как народу Абхазии мирного неба над головой, так и во всем мире мира. Спасибо еще раз, что помните. Таможской школе подарили книги, фотографию и наградной лист Варлама Габлия. Далее мы направились в 4-ю Ачимчирскую школу. В 1980 году решением Президиума Верховного Совета АСССР школа и прилегающая к ней улица были названы в честь героя Советского Союза Варлама Габлия. На торжественном мероприятии, посвященном присвоению имени героя, присутствовал сам Варлам Алексеевич с супругой. И в том же году на этом же месте был установлен камень с надписью, говорящей о том, что эта улица носит имя героя Варлама Алексеевича. В 1992 году во время оккупации солдатами Госсовета Грузии танком был смесен памятник. А в 1995 году в таком же виде восстановили камень силами нашего выпускника Беслана Хашба, бывшего директора школы НИНИ, заведующего отдела образования Тимура Дмитриевича Гинди. Учащиеся нашей школы шествуют над могилой. Каждый год 9 мая посещают его, читают его память. В Ачимчирской средней школе учатся 115 детей. Каждый из них знает историю Варлама Габлия. Дети подготовили специальную программу, спели, рассказали стихи. А юные идолисты продемонстрировали свои навыки. Памятные подарки, фотография героя, наградной лист, фильмы, хроника войны и книга истории Абхазии были вручены и Ачимчирской средней школе. Мы нацелены на то, чтобы наша молодежь, подрастающее поколение, знали историю своей страны. Два поколения ветеранов войны проживают на территории Абхазии. Долгое время они были разъединены. С некоторых пор, с 2012 года, мы пытаемся объединить эти две истории. Нам надо обязательно, чтобы наши дети знали нашу историю. В завершении встречи музыкант и родственник Варлама Габлия Артур Лакарба спел свою авторскую песню «Небеса». Небеса, небеса, небеса со мной мечтали. Небеса, небеса, небеса любовь искали. Небеса, небеса, небеса тебя... Сария Кварцхельна, Алексей Беструков, Абхазское телевидение.